Итак, коллеги, думаю, что мы можем начинать. Вижу, что основная часть уже подключилась к сегодняшнему мероприятию. Ну, еще раз всем добрый день, рада вас приветствовать. У нас сегодня достаточно рекордное количество слушателей. Хотелось бы быть уверенным, что нас слышно и видно, поэтому поставьте, пожалуйста, в чате плюсик или нажмите на огонек. Так, отлично, отлично. Да, реакции есть, есть контакт, можем начинать. Итак, сегодня мы хотим раскрыть очень интересную и важную тему и рассказать о том, что все-таки нужно для внедрения системы класса ВМС, кроме самого склада и вообще команды исполнителей. Со стороны компании Axelot будет выступать два спикера. Меня зовут Дмитрий Назаров, я являюсь менеджером отдела продаж и моя коллега Полубенцева Дарья, ведущий консультант отдела складской логистики. Наше мероприятие будет длиться около часа. Для начала я расскажу о том, как, собственно, мы обеспечиваем качество выполнения проекта и после этого Дарья расскажет, какую все же роль во всем этом мероприятии играет заказчик и насколько вообще это важно для успешной автоматизации, так как это напрямую зависит на итоговый результат. Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что если процесс внедрения не контролируется и идет в разрез с установленными требованиями, итоговый продукт может сильно отличаться от запланированного. И вне зависимости от специфики или сложности автоматизации, маршрут проекта для заказчика всегда начинается с единого окна в лице менеджера компании, который сопровождает клиента на всем жизненном цикле этого проекта. И уже на этом первом этапе происходит, я бы даже сказал так, очень важном этапе происходит сбор требований к системе, структурирование этих задач и формирование вообще самих целей проекта. И когда все задачи формализованы, мы переходим непосредственно в сам проект, где к команде присоединяется уже руководитель проекта. И его задача объединить все необходимые ресурсы для достижения общих целей и проконтролировать их выполнение. Также на этом этапе с ним работает проектный консультант, который в свою очередь выполняет детальное описание всех требований к системе и производит ее настройку. В этом ему активно помогают архитекторы, отвечающие за проектирование доработок и управление самой разработкой, на которую также привлекаются и разработчики, совместный труд которых уже проверяется проектным консультантом, который также в свою очередь отчитывается уже перед руководителем проекта. И на каждом этапе вообще жизненного цикла проекта промежуточный результат и качество работ контролирует куратор проекта, которому также отчитывается в свою очередь руководитель проекта, так как фактически все поставленные задачи имеют закрепленные и однозначно понимаемые сроки. Что происходит дальше? Когда проект уже близок к этапу завершения и запуска в промышленную эксплуатацию, руководитель проекта подключает консультант сопровождения. И здесь очень важный момент, что консультант сопровождения подключается еще до того, как сам проект завершен. Консультант изучает всю проектную документацию, погружается во все детали проекта и готовится, скажем так, принять его в свои теплые руки сопровождения. Хотелось бы отметить, что на всем жизненном цикле проекта для заказчика предоставляется прозрачная сводная информация о текущем статусе выполнения проекта на каждом его этапе. И отмечу здесь, что к контролю проекта внутри компании Аксолот присоединяется, и топ-менеджмент. Топ-менеджер, ну, как правило, уже руководствуясь своим опытным и экспертной экспертизой, дает рекомендации, как эффективнее реализовать ту или иную задачу по ходу проекта. Наличие, ну, скажем так, такой командной синергии позволяет нам накапливать коллективный опыт и достигать высоких результатов в своей работе. Постоянно соблюдать и совершенствовать методологию внедрения. Применение и развитие таких методик и позволяет нам сохранять высокое качество проекта. Но, как показывает практика, это все же не 100% результата. Этого недостаточно. И здесь нужны еще усилия со стороны заказчика, о чем сейчас нам и поведает Дарья. Дарья, тебе слово. Спасибо. Коллеги, добрый день. Не всегда предприятие, решившее внедрить систему управления складом, в реальности готово сразу приступить к проекту автоматизации. Для успешного внедрения мало просто обладать достаточным бюджетом. Необходимо наличие заинтересованных лиц, требуемых временных и трудовых ресурсов, точной информации и ряда других компонентов, обеспечивающих достижение поставленной цели автоматизации. И сегодня мы как раз поговорим о том, что нам нужно и что мы ждем от вас, как от заказчиков, в процессе внедрения нашего проекта по автоматизации. И первое, о чем хотелось бы поговорить, это этап предпроектной подготовки. Потому что проект для вас начинается именно на этом этапе. На предприятии всегда есть лицо, чья инициатива становится стартом автоматизации. Иногда это собственник компании или представитель топ-менеджмента. Но чаще инициатором выступает руководитель одного из подразделений служб логистики или складского хозяйства. Это те люди, для которых автоматизация является способом избавления от многочисленных производственных проблем. Однако для реализации проекта этого мало. Нам необходимы еще и люди, которые будут заниматься управлением на верхнем уровне. Это куратор и руководитель проекта. Куратор в целом отвечает за проект перед собственником компании и имеет право принятия окончательного решения по любому вопросу, который связан с нашим проектом. Как с привлечением топ-менеджмента, так и на своем уровне за счет своего авторитета и статуса. Мы предполагаем, что если мы приходим к куратору проекта с проблематикой, то он может решить вопрос в кратчайший срок. И куратор является гарантом того, что все, что происходит внутри проекта, относится к нашим целям. Куратор может не принимать непосредственного участия в оперативной деятельности, а ограничиться контролем ключевых точек проекта. Текущая же деятельность по проекту контролируется руководителем проекта, который обычно назначается из числа функциональных менеджеров. В случае возникновения противоречий между службами, на которые не распространяется влияние руководителя проекта, к управлению уже подключается куратор. Вообще о роли и значимости руководителя проекта со стороны заказчика мы сегодня подробно проговорим в ходе нашего мероприятия. После того, как ключевые лица обозначены, предприятие должно иметь четкое представление о том, что оно ожидает от проекта внедрения. В зависимости от поставленных задач будет определяться и функциональность проекта, и сроки, и бюджет, и состав проектной команды. Ваши цели – это та отправная точка, с которой мы будем сверяться в сложных ситуациях. Но не все, что вы знаете о автоматизации, должно быть в целях проекта. Определите 2-3 цели, которые будут являться для вас ключевыми. И, глядя на них, мы будем принимать решения уже по всему остальному. У вас есть определенные проблемы на складе, которые вы хотите решить, заведите их в цель. А улучшения всегда можно будет внести на последующих этапах развития системы. Уверенное понимание своих целей дает возможность предоставить обоснованные требования к функциональности системы. Но поспорьте об этих требованиях друг с другом заранее. Сделайте так, чтобы эти требования и цели были согласованы внутри вашей компании. Убедитесь, что вы договорились, и что у вас есть четкое понимание, чего вы хотите, перед тем, как выходить на обсуждение с исполнителем, чтобы исполнитель не выступал в роли арбитра. Еще один шаг по подготовке к проекту – это поиск ресурсов финансовых и человеческих. С финансовой составляющей более-менее все понятно. Это определение бюджета проекта, это предполагаемое количество рабочих мест, наличие требуемого оборудования и так далее. Особое внимание здесь я хотела бы обратить на необходимость формирования проекта и команды. Значимость людского ресурса в таком непростом процессе, как автоматизация, очень трудно переоценить. И даже при условии, что проект выполняется с привлечением внешнего исполнителя, со стороны заказчика должна быть своя хорошо организованная команда. В функции проектной команды со стороны заказчика обычно входит взаимодействие с сотрудниками исполнителя, сбор информации о складах и процессах, совместный анализ данных, принятие решения по функциональности системы, принятие решения по изменениям в бизнес-процессах, какие-то организационные мероприятия, разработка интеграции со стороны корпоративной системы, работа непосредственно в системе при запуске и поддержка пользователей. Из этого списка задач, которые я перечислила, следует состав основных участников проектной команды, которые нам потребуются с вашей стороны. Ну, в первую очередь, это куратор проекта, о котором мы уже поговорили. Куратор занимается стратегическим управлением проекта со стороны заказчика, занимается утверждением ключевых решений по проекту, которые связаны с изменением состава работ и ресурсами. Также инициация проекта и контроль его завершения. Куратор принимает участие в управляющем комитете проекта. Руководитель проекта же занимается оперативным управлением проекта, в том числе это организация управления проектной командой заказчика, взаимодействие с исполнителем по всем вопросам, контроль качества работ. Также руководитель отвечает за обеспечение выполнения план-графика и бюджета проекта. Руководитель склада, конечно же, нам потребуется в выработке и утверждении решений проекта, которые связаны с технологией работы склада. Также руководитель склада – это ключевое лицо на этапе подготовки и запуска системы начального сопровождения. Специалист отдела логистики или бизнес-аналитик нам потребуется для предоставления информации о складе, о товаре, о технологии работы. Собственно, это вся та информация, которая необходима будет для настройки системы. Ключевые сотрудники, обладающие знаниями о складских процессах, участвуют в проекте активно на этапе сбора информации, на этапе обследования, а также на последующих этапах тестирования и внедрения системы. Ключевые сотрудники, обладающие знаниями о корпоративной информационной системе, участвуют на этапе постановки задач на интеграцию между корпоративной системой и ВМС, а также принимают участие в обсуждении и постановке задач на какую-то модификацию корпоративной системы, если она потребуется. Разработчик с вашей стороны занимается непосредственно разработкой интеграции со стороны корпоративной системы, возможно, модификацией корпоративной системы, а также предполагается, что он может заниматься в дальнейшем программной поддержкой ВМС после завершения проекта. Системный администратор, конечно, нам нужен для обеспечения технической инфраструктуры проекта. И обратите внимание, что все те роли, которые я вам сейчас перечислила, скорее всего, сотрудники под них уже есть в вашей организации. Но у нас появляется новая роль и должность, которая называется администратор ВМС. И вам нужно на ней обязательно сконцентрироваться. Администратор ВМС занимается поддержкой и совместным обучением пользователей, параметрической настройкой системы после запуска, в случае, если меняются ваши бизнес-процессы и требуется какая-то модификация. Администратор ВМС – это ключевое лицо и первая линия поддержки на запуске склада. Для выполнения всех вышеперечисленных функций сотрудник с ролью администратора должен принимать активное участие во всех работах проекта, начиная с проектирования и заканчивая начальным сопровождением, постпроектным сопровождением. Но проектная команда – это не только специалисты, но и определенный процент занятости. Определите, кто из сотрудников проектной команды в какой части рабочего времени будет задействован в проекте. И зафиксируйте это приказом в компании, чтобы забюджетировать их время. После того, как цели определены, проектная команда сформирована, мы можем переходить к реализации проекта. Вы все можете понимать, что мы не ограничиваемся только каскадной технологией. Но для того, чтобы понять, какие задачи нам нужно решать, проектная методология подходит лучше всего, так как в ней в явном виде есть результаты этапов, и они довольно полные. На ее примере рассматривать ваши и наши задачи будет максимально правильно. Проектная технология состоит из пяти этапов. Коротко я расскажу про каждый этап и про те задачи, которые мы решаем со своей стороны, как исполнитель. Этап первый – это планирование и проектирование. Это основополагающий этап, на котором мы определяем концепцию работы склада под управлением нашей системы. Это происходит через проведение обследования, проведение интервью, разработку и согласование документации. Это самый наполненный с точки зрения документации этап. Следующий этап, когда наша концепция разработана и согласована, это подготовка системы и складок запуска. Здесь в наши задачи входит настройка макета системы, выполнение доработок, разработка интеграции, разработка рабочих инструкций и, собственно, демонстрация, презентация этого макета заказчику. Задача с вашей стороны – это подготовка склада, о чем мы подробно поговорим чуть позже. После того, как макет принят, согласован, все замечания устранены, мы можем переходить в следующий этап – это обучение и приемочное тестирование. Здесь мы начинаем работать со складским линейным персоналом, проводим мероприятия по обучению ваших пользователей и аттестации на предмет готовности работы в системе. И совместно с вами выходим в режим тестовой эксплуатации системы. По результатам тестовой эксплуатации мы принимаем решение о том, что можем мы или не можем выйти в режим промышленной эксплуатации, и если да, то мы выходим на работу системы в промышленных масштабах. Это этап 4 – запуск системы и начальное сопровождение. Здесь мы оказываем, конечно, консультационную поддержку пользователей, обеспечиваем работоспособность системы. Пятый этап – это постпроектное сопровождение, когда проектная команда уезжает со склада, и вам необходимо оказывать дальнейшее сопровождение и развитие системы. Далее на примере каждого этапа мы рассмотрим, какого участия мы ждем от наших заказчиков и что будет являться результатом вашей работы. Первое – планирование и проектирование. Ну, в первую очередь, это уведомление всех подразделений о начале проекта. Все должны быть в курсе и максимально готовы к новым активностям. Сроки и детализация работ по проекту регламентируются документом «План график проекта», который мы, конечно, со своей стороны разрабатываем. Но мы хотим от заказчика, чтобы он тоже работал с этим документом с точки зрения своих задач. Если этого не делать, то в определенный момент времени мы будем испытывать дефицит ресурсов и можем опуститься на уровень ситуативного управления. Так как на первом этапе проводится обследование, то для нас очень важно своевременное и подробное представление информации по складским процессам, по интеграции, по взаимодействию компаний с другими подразделениями. Одной из важнейших задач первого этапа является согласование проектной документации. Как я уже говорила ранее, это самая объемная с точки зрения наполненности по документации этап. О каких документах идет речь? В первую очередь это концептуальный дизайн проекта, который определяет, как будет работать склад под управлением нашей системы. Это очень объемный документ, который включает в себя описание объекта, описание требуемых бизнес-процессов, схемы выполнения этих процессов, описание доработок, требования к интеграции. Это то, что ляжет в основу реализации нашего проекта. Проработка этого документа из-за большого объема информации требует много времени. Вам необходимо выделять время и ресурсы на участие в интервью и на осознанное прочтение данного документа. Технический дизайн. Технический дизайн описывает требования к IT-инфраструктуре заказчика и разрабатывает цена, не исходя из плановой нагрузки. В основном документ ориентирован на IT-подразделения вашей компании. Методика подготовки складок запуску. Это документ, который систематизирует задачи заказчика и исполнителя. Те задачи, которые необходимо выполнить в процессе подготовки к запуску системы. А также содержит некий чейк-лист, который говорит о том, можем мы двигаться дальше или нет. Данный документ является основанием для планирования работ вашим руководителям проекта. Протоколы совещания и отчеты о состоянии проекта также требуют вашего постоянного участия. Вообще, любой документ из вышеперечисленных – это результат совместной работы исполнителя и заказчика. Документы нужно не просто читать, но и планировать дальнейшие действия, которые зависят от вас. Если в техническом дизайне прописаны требования, то мы предполагаем, что ваше IT-подразделение этим займется. Если в документе концептуальный дизайн написано, что ячейки должны быть промаркированы, то нужно планировать задачи по маркировке. Для того, чтобы вы понимали масштаб, из тех ролей, которые совершенно точно должны участвовать в формировании и прочтении концептуального дизайна, это следующие роли. Это руководитель проекта, потому что от этого планируются все дальнейшие задачи по проекту. Это, конечно же, руководитель складского комплекса, это администраторы ВМС, ключевые сотрудники, обладающие знаниями о корпоративной информационной системе. Будьте готовы к тому, что документы на первом этапе мы начнем выдавать достаточно быстро, и работа по проекту начнется практически сразу. Если посмотреть с точки зрения распределения трудозатрат, то можно увидеть примерно следующую картину. Но имейте в виду, что цифры, которые я буду называть, это некий средний проект длиной в 4-5 месяцев. Участие в интервью, как правило, занимает около 24 часов, там по 4-5 часов в день, в зависимости от загрузки. Прочтение документации, внутреннее обсуждение, формирование замечаний около 80 часов, примерно 2-4 часа в день. Согласование документов с исполнителем около 16 часов по 3-4 часа в день, ну и планирование дальнейших работ, как я уже сказала, постоянно. В зависимости от сложности объекта и процессов, эта нагрузка распределяется по различным ролям, о которых я говорила на предыдущем слайде. После того, как концепция согласована, мы переходим ко второму этапу подготовки системы и складок запуска. На втором этапе только кажется, что базовая нагрузка лежит на нас, потому что нам нужно настроить макет, провести тестирование, выполнить доработки, настроить интеграцию, разработать рабочие инструкции. Но, тем не менее, есть определенный пласт работ, который должен выполнить заказчик. И этих работ настолько много, что мы можем сгруппировать их по типам. Это инфраструктура, объект, персонал и, собственно говоря, даже сама система. Склад нам нужен не просто сам по себе, нам нужен склад, который подготовлен к запуску системы. Поговорим подробнее про каждый пласт задач. Подготовка IT-инфраструктуры. Есть некие серверные множности, которые необходимы, чтобы работала система. Мы про это расскажем вам еще на первом этапе в документе технический дизайн. Есть история, которая называется тестовый контур. Причем тестовый контур должен быть очень близко к тому, что у вас настроено в рабочем контуре. Есть история про подключение оборудования. Очень важно убедиться, что TSD настроены, что работает бесперебойно Wi-Fi-сеть, что принтеры настроены, есть достаточное количество расходников для печати. Почему это все важно? Работоспособность IT-инфраструктуры – это про то, что на запуске системы линейный персонал не столкнется с крутящимися колесиками, не столкнется с невозможностью что-то распечатать и считать, не столкнется с серой зоной, не получит функциональность, которая протестирована недостаточно и приведет его в тупиковую ветку. На самом деле это огромный пласт рисков, когда именно у линейного персонала из-за несовершенства IT-инфраструктуры что-то не получается. Что мы хотим от заказчика? Мы видим, что по этим задачам недостаточно сформировать какой-то перечень тасков. Пришло время, когда ваш руководитель проекта должен жестко и критично за этим следить. И не скрывать, на самом деле это очень важно, когда что-то не готово. Для того, чтобы можно было своевременно предпринять меры по устранению проблем, возможно, совместными усилиями. Здесь руководитель проекта ставит задачи для IT-подразделений. Есть вторая часть, предметная, где у руководителя проекта будут задачи совершенно другого уровня. И ему нужно взаимодействовать с начальником склада и с людьми, которые работают на складе. Интуитивно все эти задачи, которые перечислены на слайде, понятны. Решения по этим задачам принимаются достаточно быстро, но требуется время на реализацию и постоянный контроль исполнения. Нужно понимать, что люди, с которыми коммуницирует руководитель проекта по этим задачам, они совершенно из другого департамента. Они где-то могут даже не относиться к тем подразделениям, которые абсолютно... могут относиться к тем подразделениям, которые абсолютно не связаны с автоматизацией склада. Мы ждем от заказчика, что руководитель проекта с вашей стороны настолько талантлив, что он сможет пообщаться и с какими-то строительными подразделениями, и с отделом закупок, если вдруг потребуется что-то закупить для проекта. Вся функция контроля здесь опять лежит на руководителя проекта. Следующий плац задач — это подготовка персонала. Ну, вообще, о необходимости и значимости работ по подготовке персонала написаны немалые литературы, разработаны различные методики. В теории мы все знаем, насколько сильно зависит успех проекта от мотивации линейного персонала. Если разобраться, то кто эти люди, которые за дня в день ходят к вам на склад? Это точно не те люди, которые спят видеть, как сделать бизнес компании лучше. И все, что мы придумаем для них, это огромное испытание. Если мы хотим, чтобы человек принимал участие и был как-то вовлечен в проект, вы должны его мотивировать. Наш проектный опыт, он про то, что иногда исполнителям приходится выступать в роли психологов для линейного персонала. Когда людей приходится успокаивать и объяснять, что терминал сбора данных – это не страшно, что можно всегда ошибиться, потому что мы рядом и сможем исправить эти ошибки. Это здорово. Для этого мы и существуем, как IT-консалтинговая компания. Но от клиента мы ждем, что эту функцию вы в том числе возьмете и на себя. И здесь огромную роль играет куратор проекта, который благодаря своему авторитету может инициировать глобальную мотивацию на общий результат. Сделайте так, чтобы все сотрудники вашей компании, начиная с руководителей подразделений и заканчивая линейным персоналом, понимали ценность нашего проекта. Дайте им понимание, что они могут давать обратную связь, и самое главное, что эта обратная связь ценится. Если что-то происходит не так, значит, пускай они об этом расскажут. Мы, как исполнители, сможем это взять в работу, и в целом для проекта это будет хорошо. Что здесь можно добавить? Если у вас не было этого раньше, то можно добавить проверку на соответствие требований, предъявляемых для каких-то позиций, и сделать это регулярной процедурой. Создайте аттестационную комиссию, добавьте туда вопросы не только по ВМС, добавьте туда вопросы, которые связаны с безопасностью, связанные с системой охраны труда, с регламентами, с распорядком дня. Потому что иногда кажется, что нам все интуитивно понятно, а на самом деле, может быть, и нет. Если перейдем к подготовке системы, то здесь точно так же потребуется ваше участие. И особое внимание здесь хотелось бы обратить на разработку интеграции со стороны корпоративной системы, которой часто занимается заказчик. Если все прочие задачи должны идти в синхронности с нами, то в плане интеграции лучше нас опережать. В подавляющем большинстве случаев задачи по интеграции откладываются заказчикам. И очень часто мы приходим к ситуации, когда мы со своей стороны готовы, но работы по интеграции со стороны корпоративной системы еще не завершены, поэтому мы не можем нормально прогнать контрольный пример, не можем начать тестовую эксплуатацию и попадаем в очень неприятную ситуацию простое. мы хотим, чтобы все, что связано с модификацией системы и обменом данными со стороны корпоративной системы, было сделано чуть быстрее, чем запланировано. Опять же, здесь огромную роль играет руководитель проекта, который должен постоянно контролировать сроки исполнения. При подготовке системы, как я говорила ранее, мы со своей стороны проводим демонстрацию системы, и эту демонстрацию мы проводим по определенному сценарию, разрабатывается документ, который называется контрольный пример. Собственно, прописан план демонстрации и результаты выполнения каждого процесса. Но что касается контрольного примера, мы разрабатываем первый уровень сценария и отправляем вам его на проверку. С вашей стороны мы ждем, что у вас будет серьезная рабочая группа, которая с этим сценарием со своей стороны тоже поработает. Чем больше сценариев вы напишете для нас, тем меньше вероятность, что на запуске мы столкнемся с ситуацией, которую мы не предусмотрели. Сдача макета. Сдача макета – это вообще офисное предприятие. Мы не зовем туда складской персонал, но все те люди, которые участвовали в формировании концептуального дизайна, здесь точно должны быть. И на демонстрации макета нужно быть предельно внимательным, несмотря на всю ту усталость, которая постепенно копится от проекта. Потому что лучше выявить все возможные отклонения на данном этапе, чем выявить их на запуске. Очень часто бывает так, что по результатам сдачи макета появляется список замечаний. И внутри этого списка замечания могут быть совершенно разные. Что-то в явном виде работает не так, как планировали. И это, конечно, устраняется исполнителям. А где-то оказывается, что какие-то процессы не учли в контрольном примере или концептуальном дизайне. Это расценивается как дополнительных функционалов. И здесь мы попадаем с вами в такую ситуацию, когда необходимо принять решение, что является критичным и нужно нам на 100% для запуска из дополнительных требований. А что мы можем отложить? Причем отложить оно бывает тоже двух типов. Сегодня мы что-то откладываем и думаем, что впоследствии будем осуществлять весь дополнительный функционал реализовать на 100%. Но через месяц оказывается, что из всего того множества нам нужно сделать лишь 20%, потому что остальное — это некие смешные фантазии, так как вы еще не пожили в системе, и вам кажется, что это нужно будет. Есть хорошая новость. В подавляющем большинстве случаев все, что удалось сместить на вторую очередь проекта, серьезным образом порежется. От вас мы ждем, что у вас будет центр, который сможет эти решения принять. Причем местами это будет не очень просто, потому что какая-то функциональность потребует дополнительного бюджета, от какой-то функциональности мы откажемся, но нужно будет понять, как будет работать склад без нее. У вас должен быть полномочный орган, который решение примет достаточно быстро, потому что список замечаний формируется в самый неподходящий момент, в конце второго этапа, когда нужно будет уже переходить к обучению. Как вы видите, второй этап — это огромное количество разноплановых работ, и здесь мы еще раз обращаем ваше внимание на значимость руководителя проекта, который должен владеть ситуацией внутри компании. Это тот человек, который правильным образом сможет все распланировать и дать обратную связь о том, на какой стадии мы находимся сейчас и как это скажется на ходе основных работ. Далее переходим к третьему этапу — это обучение и приемочное тестирование. Со своей стороны мы проводим обучение сотрудников, и ситуация с обучением проходит не всегда гладко. Есть ситуации, когда людей недостаточно освобождают от текущей загруженности. Многие приходят уставшие и засыпающие после ночной смены. И вы должны понимать, что это значительно снижает эффективность обучения и иногда сводит ее до нуля. Поэтому мы просим вас как заказчика обеспечить такой график обучения и такую готовность сотрудников, чтобы наши совместные усилия не прошли зря. Важно понимать, что на сотрудников влияем в данной ситуации и обучаем их не только мы. Есть та часть обучения, которой занимаемся мы, это касается в основном системы и работы в ней, а есть обучение, которым должен заняться и сам заказчик. У вас происходят в любом случае какие-то организационные изменения, происходят изменения в ролях. И про это вашим сотрудникам должны рассказывать уже вы. С вашей стороны должен быть выделен какой-то лидер, это может быть руководитель проекта, но здесь лучше даже руководитель складов, так как это его люди, который объяснит сотрудникам, как мы будем жить, когда у нас появится система. После того, как мы провели обучение, нам нужна аттестация. Нужна аттестация по вопросам системы, которую мы обычно проводим, и было бы здорово, чтобы со своей стороны вы провели аттестацию, которая связана с изменением бизнес-процесса и проверили, насколько все люди поняли общую концепцию работы в дальнейшем. Очень часто результаты аттестации не порождают каких-то изменений. Мы, конечно, понимаем, что сейчас очень сложно с кадрами, но, тем не менее, в отдельных случаях мы ожидаем, что какие-то решения по итогам аттестации вы будете принимать. Только сделав выводы по итогам аттестации, мы сможем понять, готовы мы двигаться дальше и переходить к проведению приема сдаточных испытаний или нет. Потому что проведение приема сдаточных испытаний это не что иное, как работа обученных нами людей в системе, в тестовом режиме. В процессе проведения обучения линейного персонала выясняются различные новые вещи, о которых мы, допустим, не знали ранее. Плюс относительно сдачи макета может появиться новая функциональность, которую мы доработали. И неплохо все это было бы протестировать при проведении ПСИ. Здесь, опять же, нам потребуется контрольный пример. За основу мы берем тот пример, который был у нас на втором этапе и, конечно, дополняем его той функциональностью, которая была не учтена ранее. И здесь нам, опять же, хотелось бы очень поработать совместно с вашей рабочей группой на предмет формирования этого контрольного примера. Что касается ПСИ, то вообще, если сдача макета системы на втором этапе это та работа, которая выполняется нашими руками, то ПСИ это та работа, которая выполняется уже вашими руками. И, начиная с этого момента, управление переходит в ваши руки. На приеме сдаточных испытаний мы начинаем учиться при возникновении вопросов у линейного персонала обращаться уже не к исполнителю, а обращаться к вашему администратору. Мы хотим, чтобы вы понимали, что на этом этапе происходит знакомство и построение коммуникаций между сотрудниками склада и администратором ВМС. Поэтому на тестовой эксплуатации должны стать доступными те люди, которые будут первой линией поддержки с вашей стороны при запуске. Мы все ждем, что вы отнесетесь к этому этапу очень серьезно. Что администратор ВМС будет проявлять инициативу, что руководитель проекта будет контролировать ситуацию и решать возникающие вопросы. Начальник склада будет каким-то образом мотивировать и поощрять своих людей. И по итогам всех мероприятий третьего этапа мы ждем от заказчика решительности. Если мы видим, что у нас есть возможность запуститься всеми процессами, нет никаких препятствий, то, конечно же, нужно запускаться. Если есть потребность что-то изменить, то, опять же, нужно четко понимать, в какой момент нам это 100% понадобится и нужно ли нам что-то менять сейчас. Мы надеемся, что у вас есть тот человек, который такие решения сможет принять. Как вы видите, с каждым этапом наших задач становится все меньше, а ваших задач становится все больше. И вот те задачи, которые я обсуждала с вами на предыдущем слайде, они идут в корреспонденции с нами. То есть мы совместно с вами обучаем, участвуем в ПСИ, устраняем замечания. Но есть целый пласт задач, которые исключительно ваши. И эти задачи нужно выполнить обязательно. По сути, это некий чек-лист. Нужно организовать историю про информирование всех подразделений. И все должны этого ждать. В том числе, конечно же, ваши контрагенты должны быть проинформированы, чтобы это не было неожиданностью. Все должны четко понимать, кому позвонить по возникающим вопросам. Поэтому у вас должна быть разработана схема взаимодействия между сотрудниками на период запуска. Особое внимание здесь, конечно, нужно обратить на администратора ВМС и специалистов IT-служб. Мы уже говорили с вами ранее о решительности. И если уж потребуется внести изменения в график работы сотрудников, то сделайте это или выделите дополнительные ресурсы на первые дни ажиотажа при запуске системы. Здесь, опять же, мы видим роль руководителя проекта, так как все эти задачи ложатся на него. Переходим к четвертому этапу. Ввод системы в промышленную эксплуатацию. Это, собственно, финализирующий этап, на котором мы работаем в системе в продуктивном контуре. Здесь важно получать обратную связь не только от складских сотрудников, но и от смежных подразделений по результатам смены. Организуйте, сделайте это процессом. Мы ждем, что на четвертом этапе заказчик сможет подготовить свой собственный центр экспертизы. На запуске первой линии поддержки становится ваш администратор. Здесь можно включить аналитику, собрать информацию по каким функциональным участкам больше всего обращений для того, чтобы совместно с нами принимать решения по данным вопросам. Говоря о центре экспертизы, мы имеем в виду не только администраторов УМС, но и отдельных сотрудников склада, такие есть практически на каждом объекте, которые смогли лучше всех разобраться с системой и могут помочь своим коллегам без привлечения администратора и нас. Это необходимо поощрять. Работайте с людьми, выделите группу потенциальных сотрудников, которые смогут помогать другим. Основная задача этого этапа – сделать так, чтобы вы смогли быть самостоятельными к окончанию запуска. Пятый этап – это постпроектное сопровождение. Мы прекрасно понимаем, что все, что мы хотим получить от вас на предыдущем этапе, не всегда удается. Бывает, что не хватает людей, бывает, что не хватает опыта. Поэтому планируйте пятый этап. Когда со склада уходит проектная команда, но вы еще нуждаетесь в реальной помощи и в реальной возможности позвонить нашим специалистам и получить консультацию. Поймите правильно, консультант, который запускал вам проект, он вас очень любит и всегда готов помочь, но через несколько дней после завершения проекта он может находиться в командировке совершенно в другой стране, у него попросту может не быть мобильной связи. И вот на этой мелочи, на отсутствие возможности кому-то позвонить, мы можем потерять позитивный эффект от внедрения. Чего мы ждем от вас? В данном случае мы, конечно же, ждем от вас осознанного договора на постпроектное сопровождение. Мы ждем от вас реальных СЛА. Если ваш склад работает в режиме 24 на 7, то, наверное, на месяц-два после запуска стоит взять договор сопровождения с режимом поддержки 24 на 7, а не 5 на 8. Выберите тот режим поддержки, который нужен именно вам. Что еще хотелось бы отметить? Мы очень любим узнавать результаты и понимать в сравнении, какие результаты были до запуска проекта и что получилось после запуска. Это помогает нам делать какие-то выводы и становиться лучше. И, конечно же, мы хотим совместный маркетинг. Мы очень хотели бы записать видео про ваш склад. Мы готовы написать отличный пресс-релиз, провести фотосессию, что, в принципе, будет являться отличным завершением нашего проекта. Коллеги, у меня все. Спасибо большое за внимание. Мы будем рады ответить на ваши вопросы. Спасибо.